Добрый-добрый-добрый день всем еще раз. У микрофона друг студии игрокам ТВ. Врываемся на второй матч между командами Asus и командой Invasion Esports. У нас какая-то чертовщина творилась абсолютная. Во время пика все пролагало, а потом все слишком быстро загрузилось, чтобы можно было это как-то обсудить. Давайте обсудим сейчас, пока есть время. У команды Invasion WTF играет на Ember Spirity. Ну и сразу по пику обращайте внимание сами. Тут я уже никому ничего рассказать не буду. Гёст играет на Клокверке. Лина играет... на Лине играет у нас Stand in Sleek. Ну и на Скарас Маги Икс она Шейкеря ДТР отыгрывает. По пику, кстати, Миса в очень интересной позиции, но тут позиция-то скорее всего губительная для Скарас Мага оказалась. Хотя недалеко был WTF. Разошлись. Не стали драться, поняли, что не по шансам. Миса на Фениксе играет сложной. Пока что здесь, недалеко, SPH на Trend Protector. Ну я думаю, в принципе, будет перемещаться по лайнам данный персонаж. Венш Фулл Спирит у нас для Чака. Энимал играет на Тролль Варлорде. Ну и кого мы там пропустили? Мы пропустили у нас Киана Шторм Спирити в Мидлейне. Всё, по лайнам команды разошлись. Теперь можем примерно понять, кто где будет стоять. У Лины уже приобретён Нул Талисман. Есть два забущенных танга. Значит, стоять, собственно, подруге в Миде и стоять против Шторма. Та же история по этембилду у нас у Шторм Спирита со стороны команды Ассес. На сложной линии. Миса готовится в фарм. Ну и на подсейв Trend Protector. Здесь дабла из Эмбер Спирита и Скайрос Мага со стороны команды Инвейджен. Напомню, Инвейджен 1-0 выигрывает у своих соперников. Ну и в сложной со стороны Инвейджен Гёст на Клокверке. И мешает ему стоять Тролль Варлорд вместе с Чаком. Чак пока на отводах. Что-то не очень у Чака отводы. Но, видимо, дабл спаун решил сделать у нас Чак. Уже потом Крипов с Лайна уводить. Ну, серьёзная профессиональная дота. О чём вообще говорить здесь можно. Пока по расстановке Лайнов ситуация у команды Инвейджен, как по мне, поблагоприятнее. Если не загнобят у нас Эмбер Спирита, на лёгкой в принципе могут. Тут Феникс очень неприятный в соло. Я уже молчу о Фениксе плюс Трэнд Протекторе. Тут лишь бы не нафидел Скайра Смак. Так, в принципе, Эмбер Спирит должен уходить от данной даблы без вопросов. То тогда у Инвейджен, в общем-то, по Лайнам всё хорошо. Тут Винга с Тролль Варлордом. Там Тролль Варлорд, в принципе, отъехать от Клока на ранних левелах может без вопросов. Батарея с Аут Коги и всё. И Тролль Варлорд у нас не выживает. Здесь всего-то 550 по ХП. В лучшем случае 650 с включённым Берсеркер Рейдж А. Для Клока это вообще не показатель. Ну и в Миде. Я больше верю, конечно, в Лину, чем в Шторм Спирита. С другой стороны... С другой стороны... Да нет, никакой другой стороны. В принципе, да. В прошлой игре тоже у нас пик был посерьёзнее у команды Ассес. Но они проиграли. Потому что Инвейджен элементарно на классе своих соперников обыграли. Теперь пик, мне кажется, посерьёзнее у команды Инвейджен. Тут реализация гораздо проще. Лина вообще не требовательна по вопросам Лине и по вопросам убийств. Собственно, рассказ даётся под ноги. А там уже отправляйся в таверну, жди своего возвращения. Вот. У команды Ассес очень сильно от реализации зависит пик. Тренд протектор не должен у нас провтыкать ни один из фрагов. Но это по факту невозможно. Конечно, в идеале это всё хорошо звучит. Ну и на бумаге, возможно, неплохо бы смотрелось. А по факту... Не всегда удачно получается подсейвить тиммейтов. Да и где-то по два, по три тиммейта цепляют. Одного ты бросаешь Лингармор, второй у нас гибнет. Собственно, одному тренд протектора здесь не хватит, если команда Инвейжн пойдёт убивать. Ну и тот же Лингармор. Что, в принципе, Лингармор против Мистик Флэйра от Скайрос Мага. Или, например, батарея Саут от Клокверка. Тоже за две секунды Лингармор будет спадать. Ну, посмотрим. Опять же, посмотрим. Пока что у нас файтов, как таковых, не было. Единственный, кто просил по ХП, это Клок. Но это просто от собственной неосторожности. 14 на 3. Зато фармит Клок. За 3 минуты 14 крипов добить. Это слишком серьёзный даже показатель. Удивительно. Ну, опять же, тролль стоит в соло. Винга пока не выходила. Чак здесь занимается отводами. И пока занимается не лучшим образом отводами. У Чака всего-то 3 на 0 крип стат. Ну, и по левелу 2 показатель, короче говоря, маловато как-то для Чака. Ну, и всё. И Гёст фармит. Гёсту не мешает тролль. Да и троллю, в принципе, Гёст не мешает. Но здесь Гёст ещё, кстати, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, мидлейн. Мидлейн и у нас первый фраг. Ладно, давайте перемотаемся. Фессура лежала. Да, Фессура лежала. Поймали у нас Шторм Спирита. Ещё один удар в спину от Лины. Забрали ФБ. Ну, прекрасный буст для Лины. Если Лина ранний Еул вывозит в этом матче, я думаю, что у всей команды Ассис появляются проблемы. Здесь у нас, кстати, зацепил Вингу Гёст. Даже не тролль Варлорда, а Вингу. Ну и сам в собственных коках застрял. На тебе, вонючий кок. Потому что захейтил одну из батареек и убежал отсюда Гёст. Не смог пройтись, застрял в собственных коках. Даже как-то печально это звучит. Винга в итоге отсюда вышла. И Винга вышла, в принципе, в целости сохранности. Немножко по мане просела. Ну, это лучше, чем отправиться в таверну. Лучше, чем умереть на ровном месте. По мидлейну. Как дела обстоят? Лина седьмой левел. Седьмой левел у Лины. И уж Торма ещё нет шестого до сих пор. Боттл. Ну, талисман. Ну и Буцов спит. Так, Эмбер Спирит у нас забрал в это время Феникса. Ну и, скорее всего, отъезжает Тренд Протектор. Да добейте же деревяху. Нет, нет. Оставили Тренд Протектора живым. Ну, это просто, чтобы пошёл и рассказал своим друзьям. Какие тут серьёзные ребята внизу собрались. Сюда был Ютифа. Первый фраг. На карте забрали Феникса. И Феникс у нас здесь должен был фармить. И должен был вывозить максимум экспириенса вообще. По факту Феникс отъехал, и один Тренд Протектор ничего из себя не представляет на линии. По фарму ничего, по золоту ничего, по артефактам чуть меньше, чем ничего. Кия врывается у нас на Шейкера. Шейкера не отпускают отсюда. 100% Шейкера забирают. Зачем здесь был Шейкер? Кто-то, если мне объяснит, будет великолепно. Отправляйте короткий СМС на номер 22728222445. Так, Шейкер отъезжает. И это первый фраг для команды Ассес. Просто-напросто подарили инвэйжен своим соперникам одного из своих ребят. Ну, наверное, в этом есть какой-то скрытый смысл, о котором мы узнаем только после. Фейсбутс уже имеется. У Wтифа есть Боттл. Стаут Шилд потихоньку свои артефакты вывозит. 2700 общий нетворс у него, ну и 3600 у Лины. Фейсбутс есть, Боттл есть, но у Талисман, Мэджик Вонт. Всего по чуть-чуть у Лины, но у этого всего по чуть-чуть на шестой минуте более чем дофига. Потому что по фарму она опережает Шторма на 1600. Практически в два раза перефармливает у нас Лина своего оппонента. Кстати, недалеко Шейкер. Возможно, будет попытка поймать еще раз Шторма. Рассказ Шторм не переживает. Через Лагуну Блейд, через тот же Страйк Эйрой, через Фессуру. У Шторма не столько ХП, чтобы все это вывести. Удачная позиция для ДТР. Знает ли об этом Шторм? Нет, Шторм об этом вообще ничего не знает. Но если сейчас узнает, то уже только из Таверны. Фессура пошла у нас по Шторму, но... Неудачная Фессура. Зачем, собственно, такую неудачную Фессуру было давать? Непонятно. Шейкер просто спалился. В итоге Шейкер сейчас сольется здесь. Все, ДТР у нас зацепили. И второй фраг для команды Ассос. Еще и Лина может отъехать. Топоры в спину. Бежать, бить. Лину подстопили. Чуть-чуть. Ну, нормальный мув спит. Тут Лина просто так не отдастся. Серьезная подруга. Скайр Смаг в это время забирает Тренд Протектора. Пока гоняли у нас на мидлейне мидера команды Инвейджин. Забрали в сложной Тренд Протектора. Феникс один раз умер. Тренд Протектор один раз умер. Киллы как для Скайр Смага, так и для Эмбер Спирита. Ну, переигрывают своих оппонентов в легкой игроки команды Инвейджин. Ну что, и забрали Штарма. Наконец-то сработала Афисура. Сработал, собственно, весь рассказ вместе с Лагуном Блейдом. Штарма разобрали. Неосторожно играет ни одна из команд. Тут все умудряются подставиться. И подставиться в, наверное, нелепейший из моментов. Чего стоили два фрага Шейкера. Один здесь, другой здесь. Ну и, разумеется, фраги на Фениксе, который вообще по факту умирать-то не должен. Эмбер Спирит не показатель у нас для Феникса. Хотя есть, конечно, Скайр Смаг, но рейндж-атаки огромные у Феникса. Возможность убежать тоже. Тут только без руки, разве что может не улететь на этом персонаже. Ну, так получилось. Где-то Миса подправтыкал слегка. Шторм возвращается на лайн. Готовится выход в Пауэр Трэд. Что там у Лины? У Лины уже постепенно вырисовываются Ю. Уже есть Войт Стоун. Тут после этой пачки крипов будет еще Ставфа Физердри. Шторм в это время забирает Шейкера. Который раз, третий раз Шейкер у нас умирает. Купил себе предсмертный сапог. И то неплохо. И то неплохо. Где-то по чуть-чуть хоть какие-то артефакты себе насобирает. Но Шейкер, конечно, полнейший якорь для команды Инвейджин. Тащит за собой. Я думаю, может всю команду за собой затащить. Все три фрага, которые АСы сделали, сделали на неосторожном Шейкере. А ДТР. Фиссура пошла по Шторм Спириту. Лагуны Блейд нет. Но Лагуна Блейд тут и не понадобилась у нас в итоге Шторму. Шторм тоже слабое звено без вопросов. Два фрага сделал, но три смерти на Мид Лейне. На девятой минуте, по-моему, дофигища. Две тысячи по золоту Инвейджин. По экспириенсу, точнее, две тысячи Инвейджин. По золоту три тысячи в пользу коллектива Инвейджин. По фарму Лина равных себе вообще не видит. Пять шестьсот уже заработала. Четыре двести у нас у Энимала. Это топ керри команды Асос. Ну и с ним на одном и том же уровне Эмбер Спирит идет. Поймали миссу. В Сайленсе, ну да, вот так можно, конечно, Феникса убивать. Через Флейм Гуард, через те же Чины. Очень-очень быстро. Фисты не нужны в данной ситуации абсолютно. И бесполезным становится Тренд Протектор. Потому что Флейм Гуард моментально сносит у нас всю, в принципе, весь Линд Гармор, который Тренд Протектор может повесить на любого из героев. Поэтому, я смотрю, Тренд даже не напрягается кого-то подсейвить. У Трента выходные. Врыв пошел у нас в Шторма. Фиссура туда же. Ливинг Армор на Шторме. Ну, наконец-то сработало это. Энимал цепляет Лину. Лину заберут. Без вопросов. Геост старается через Батаре Ассоут. Хоть как-то подстопить. Подстопил. Ага. Геост отправляется в таверну. Сюда приходит Эмбер Спирит. Флейм Гуард есть. Чины есть. А вот Фистов нет. Вот теперь без Фистов у нас отъезжает, скорее всего, Эмбер Спирит. В Инвиз ушел. У нас Эмбер. Все, там руна Инвиза была. Ну и будет ходить жечь. Ходить жечь Вингу. Через Чины привязали Вингу. Винга высвапывается. В итоге умирает. Ну и Ремнант на хайграунд. Эмбер Спирит отсюда уходит. По факту размен 2 в 1. Одну Вингу потеряла команда Ассос. Ну и двоих важных героев. Лина это топ керри на карте. Топ вообще фармила. А Клок тоже относительно неплохо себя по золоту чувствовал. А Винга, даю, не жалко вообще разменивать. Она от старости у нас в файтах умирает. Трипла уже на миде со стороны команды Инвейшн. Тауэр очень битый. Шторм если задонает, то, наверное, ценой своей жизни. Потому что его не отпустят отсюда. Фиссура есть. Ну, глянем. Наверное, даже пытаться не будет и правильно сделает. 8-5 счет. Первый Тауэр на миде для команды Инвейшн упал. Больше пока товара у нас вообще по карте. Как я понимаю, не падали. Да, фуловые с одной и с другой стороны стоят товара. Единственная потеря. Это потеря для команды Ассос на мидлейне. У WTF барабаны есть. Фейсбутс имеется. И 1300 сверху. Шторм где-то у нас гибнет. Да, это Шторм на Солринке. У Заята не гибнет. Шторм просто немножко подформил лес. По золоту у него дела, в принципе, не самые приятные. Топ-4 на карте для мидлейн Шторма. Пойди посмотри воды, я не знаю, того же Сумаила. Надо немножко подучиться под этого персонажа. Видимо, Шторму командасос. Но Ассос вообще по уровню, на самом деле, ситуация неприятная у них. То есть они как-то по самому уровню каждого из героев, каждого из игроков команды Ассос, проигрывают в Соло Инвейджн без вопросов. Ну, опытные ребята в Инвейджн, там, собственно, и ситуация немножко другая по уровню команды, по менеджменту, да по всем абсолютно вопросам. Да, есть слово NVIDIA в названии команды Ассоса. Ну, вот по поводу скилла какого-то игрового счета. Ребятам надо тренироваться и тренироваться. Но это было видно. Прошлую игру проиграли и проиграли. Действительно, на классе где-то не дожали, где-то не додавили, где-то приняли неверное решение. Но все это, понятное дело, что на ровном месте не появляется. Все это вот недоработок, недосыгранности. Есть уже у Лины ЕУ. Есть фейсбутцы, есть боттл, ну, талисман 700 сверху тут. Ну, и Лина одного точно выключает из файта. БКБ ни у кого нет и пока не будет появляться. У нас 13-ая минута. О чем вообще речь? Какие БКБ? Ну, и появляться БКБ у кого может? Тренд протектор без БКБ будет 100%. Венга, Феникс тоже без БКБ. Шторм, возможно. Купит себе БКБ. А у тролль Варлорда ситуация такая, что до БКБ слишком далеко. Ну что, врывается он на шторм. Зацепил Лину. И Лина поднимает себя в ЕУ. Бежать отсюда. Ну, тут под Феникс Саном. Тут проблема. Супернова, скорее всего, Лину развалит. Лагуна Блейд в спину. И Лина уходит. На лоу хп. И Карус Дайв ей в спину. Таксель мне в румпель. В итоге Мисса не добивает Лину. Кто же добивает Лину тогда? Да, Мисса и добивает Лину. Да, догорела у нас Лина от птиц Феникса. Развалили тролль Варлорда. В это время Рошан уже упал. Рошан упал для команды Асос. Ну и все. Шейкер. 154-й раз умирает у нас уже. На реке Шейкер очень проблемный ребенок. Команда Инвейджин. Как вообще с ним играть? И как заставить его взять себя в руки? Непонятно. 4 смерти уже на данный момент. И минус 4 со стороны команды Асос. По золоту здесь... Сейчас посмотрим. По золоту, я думаю, тысячи полторы точно Асос выиграли. 15-я минута. По золоту 3. Да нет, не 3. 1800. Команда Инвейджин выигрывает. По экспириенсу Асос на 3000 опережают своих оппонентов. И выходят на мидлейн. Ну что, Асос дали серьезную, в принципе, отпор команде Инвейджин. Цепляют тролль Варлорда. Ульта пошла у тренд протектора. Еще есть семечка в линии. Вот и все. Алина фармила, фармила. И фарм не позволяет ей пережить файт даже хотя бы 2-3 секунды. Расказ не дается. Возможности раскастовать как таковой нет. Через овергроус просто разбирают на куски у нас лину. Вроде фраг единственный, а при этом настолько важный фраг для команды Асос. Хотя потеряли Шторм Спирита. Шторм Спирит послабее будет, чем Лина по фарму. Поэтому Асос в любом случае в плюс для себя разменялись в данном файте. У тренда готовится, готовится. Да что, Солринг постепенно собирается у нас у тренд протектора. Выход у нас на тролль Варлорда. Мистик Флэйр под ноги. Ну, тролль без вопросов рассыпается. Здесь и Эмбр жжет, и Скайрос Мак через Мистик Флэйр. На куски разрывает тролль Варлорда. Тут не по шансам вообще было драться. И что он здесь делал, непонятно. Без Вижена со стороны команды Асос в собственном лесу нет Вижена. Ха-ха-ха, позорище. Позорище полное. Ну, а здесь Вижена от Инвейжен имеется. Завардили вражеский лес. Свой, я так понимаю, не трогали. Нет, а их лесом занимается команда Асос. Ну, так вот и решили. Только во вражеском лесу варды. В принципе, тролль за это сейчас и поплатился. Тренд протектор тоже у нас в опасности находится. Потому что в любой выход... Любой выход на тренд протектора забирают его очень быстро. На ХП ничего нет. По дефу тоже тут ситуация смешная. М-дефа нет никакого и быть не может. Тренд протектор от любого раскаста любого из героев точно гибнет. Здесь одним ливинг армором не отковыряться. Давайте по вещам пробежимся. У Шторма. 1400 на руках. Сол ринг есть. Ну, есть смысл Шторму, скорее всего, в Воркет выходить. Разбираться с тем же Эмбером. Без фистов его оставлять. Разбираться с Линой. Не давать ей сделать раскаст. У тролль Варлорда. Как там дела? До БКБ остается считанные вообще копейки. Венжи Фулл Спирит. Постепенно выходит в медальон. Немножко совсем осталось. Урна уже есть. Тапок есть. Тренд протектор. Соул ринг наконец-то приобретает себе тренд. Есть. Транквилы. Ну, у Феникса. Рецепт на Мидас есть. У Феникса. Немножко осталось до Гловсов Хейст. Эмбер Спирит. Зарабатывает себе практически на Баттл Фьюри. Остается чуть-чуть. Тут где-то 600 копейками остается до Бродсворда. Клокверк. Форстаф есть. Есть урна. Есть фейсбут. Гёст нормально себя ощущает. Так. Драка у нас в лесу команды Инвейжн. Эмбер Спирит. Будет драться против Шторма. Ну и есть смысл. Да дирижи ты, Эмбер. Черт возьми. Эмбер просто у нас решил помансовать. От кого помансовать? Помансовать от Шторм Спирита. Идеальная просто цель. С Усейном Болтом на 100 метров выйти. И на одной ноге пытаться его обогнать. Как это возможно, непонятно. Эхо Слэм от Шейкера. Убили Тролля. Убили Вингу. И скорее всего убивают здесь Тренд Протектора. Стан ловит у нас Тренд. Ну здесь уже с руки расковыряют. Есть Вижн. Скайросмак еще и тут своими добрыми крыльями принес Даст. Очень быстро разобрали Трента. 15-11 становится счет. 18 минут у нас сыграно. Графики сейчас обновятся и глянем. Ну по файту Эмбера потеряли в своем лесу. И разменяли на троих игроков команды Ассес. Не самые, конечно, ценные. Но у Тролли Варлор тоже дорогого стоит. По золоту Инвейджин 3000 опережает своих соперников. По Экспириенсу тоже Инвейджин в плюсе. Хотя совсем немножечко. У Даблью Тифа уже, как я понимаю, нет. У Даблью Тифа ничего. Нет, он умер в лесу в своем. Что вообще может у него появиться? 780 на руках. Осталось до 1200 совсем немного. Я говорю о Браудсфорте. Я говорю, конечно же, о Баттлфьюре. Кия охамел до полной бессознательности. Отправляется во вражеский лес. И все здесь выносит, что только можно выносить. Приобретает себе Обливент Став. Собственно, как я и говорил, Оркет появится уже. Потом Солринг будет буститься в Бладстоум. Пока нет смысла. Пока нечем затыкать команду Инвейджин. Нечем давать Сайленс. Надо в Оркет выходить. Ну и никогда этот артефакт лишним для Шторма не бывает. И быть не может. Скорость атаки. Восстановление реген Маны. Неплохой. Всего достаточно. Все хорошо. Все рабочее. Ну и врыв под Сайленсом. И Берст Дэмэдж от Шторма, который вливается. Это тоже прекрасно ложится на эффект от Оркета. БКБ появляется у Тролль Варлорда. Вот теперь Юл и Раскаст Лины становятся немного бесполезны. Да, Лина у нас по факту выйдет, конечно, в Аганим. И только потом Лагуна Блейд будет хоть что-то из себя представлять по отношению к Троллю. Но сам факт, что Раскаст дать невозможно. Просто дать одну Лагуну, это все, конечно, хорошо. Но цель Лины давать фулл Раскаст. Давать под ноги. После Юла давать под ноги Лайт Страйк Эрой. Потом Драгон Слейв. Потом Лагуну. Ну и с руки расковыривать. Шторм Спирит забирает Шейкера. Даже неудивительно. Ну, Киа в безопасности. Ремнанты. Дальше гонят Кио. Без Маны Киа. Привязывают его. Есть на нем Ливинг Армор. Ну и на тебе Лагуну Блейд. Просто на дорожку. Лина захейтила полнейшим образом. У нас Шторма. Шторм отправляется в таверну. И, по-моему, шестой... Да. Шестой раз Шторм у нас уже умирает. Врывается Клок. Врывается Феникса. Миса под Сайленсом. Мису должны забирать. Высвапывает его Винга. Миса на лоу ХП. Но живет. Одна урна. Вторая урна. Ульта пошла от Тренд Протектора. Здесь же ульта от Феникса. Супернова. Скайрос Мага должна добить. Нет. Нет. Добивает. Миса возвращается после Суперновы. Ну и что? Инвейджи никого не потеряли. Геост. Какой крутой форстаф на хайграунд. Ну, юзай ТП. Беги отсюда. Почему нет? Коги юзай ТНС Геост. Ну и что? И стоит. Просто стоит и горит. Смотрит на своих палачей. Наверное, да. Все-таки в четвером окружили и месили беднягу на хайграунде. Иначе их и не назовешь. Изверги. Изверги в составе команды Асос. Полнейшие узурпаторы. Жуть. Так вот, Асос. Забрали у нас Геоста в данном файте. Ну и по золоту немножко ситуацию получше сделали. Да, пока по экспириенсу все хорошо для них. А по золоту 3000 проигрывают. Не сильно, конечно, ощутимо. Но все-таки лучше, чем ничего. У Эмбер Спирита. После Баттл Фьюри еще 920 на руках. У Геоста, который у нас отъехал. После Форстафа ничего особенного нет. В принципе, у Лины. 2800. 2900 даже на руках. Появляется Митрил Хаммер. Ну и готов, в принципе, Блэкинг Барту. 15 копеек до него остается. Скайрос Маг 1000 на руках после Аркан. У Шейкера есть Даггер. Что-то Шейкер не очень хорошо им пользуется. Шейкер, бедняга, только что на миде умирал. И умирал на ровном месте вообще. Тренд Протектор. Овергроус. Имеется. Если видит... Ну видит, да, видит он Шейкера. И что ты будешь с этим делать? Что ты будешь с этим делать? Ну что, драки затихли. Команды разошлись по своим половинам. Формят. Наверное, это имеет смысл. Для команды Инвейджин так точно. Эмбер Спириту надо как можно больше вывести. Эмбер Спирит у нас... Выходит в Яшу. И для чего, собственно, тебе... Манта Стайл. Манта Стайл нужен против Штармау. Которого Оркет уже на подходе. Все понятно. У Лины тем временем. БКБ уже собран. 317 заработал. Скайрос Маг. Гем носит с собой. Самый живучий. Доверили просто гем самому живучему. 800 хп. 1 дефа. Все это на 25-й минуте. Просто убийца из убийц. Скайрос Маг прям. Супер танк. Шейкер, шейкер, шейкер. Даггер, даггер, даггер. Ждем. Ждем врыв от АДТР. В принципе, исход файта может решить именно врыв от АДТР. АДТР. Фиссура. Фиссура никуда вообще. Эхо слэм. Эхо слэм перед смертью. Шейкер рассыпается. Супернова пошла у нас от игроков команды АСС. Лина бежать. Отсюда высвапывают ее. БКБ. Ветра поднимает роль Варлорда. ДТП. АТПа нет возможности сделать. Лина просто отсюда уходит. Но через Лагуна Блейд можно Венгу разобрать. Просто один удар в лицо у нас Венге. Венгад едет. Ну что, в итоге Лина бегала-бегала и слилась. Ничего особенного не вкастовала. Не сделала дэмэджа. Никому ни копейки не нанесла. Мы разменяли троих на двоих. Потерять тренд протектора и потерять Лину. Но это совершенно неравный размен. Даже Шторма потерять и разменять его на Лину. Это неравный размен. Шторм у нас 7 тысяч на Этворс имеет. У Лины в это время 9500. Почему и как допустила команда Invasion, что их мидер льется, так просто непонятно. В это время Асс нашли чем ответить. Собственно, нет Лины на карте. Никто никого не боится. Эмбер Спирит пока не боец. Даже при наличии Battle Fury. Фисты, Флэйм Гвард. Все это, конечно, хорошо. Но Бёрст Дэмэджа не наносит. А ДТРа еще раз убивают. Какой раз 158-й? Нет, 7-й раз умирает у нас Шейкер. Ну и Асс отходят отсюда. Фисты, Чейнс. Ну, пойди дальше. Нет маны просто. У нас у W Тифа не рискует идти. Ну, наверное, да. Наверное, правильно. Тут опять же, кто поможет, собственно. Скайросмаг. Нет, Скайросмаг себе уже даже не поможет. Очень быстро разбирают Скайросмага. Где Гем, кстати? Был здесь Гем. И выпадал ли он? Как под Ливенг Армором живет у нас Тролль? Вроде бы все хорошо. Ну, все хорошо до поры до времени. БКБ от Тролль Варлорда. Моментально разбирают Гёста под Овергроузом. Бежать отсюда надо Линни. Она тут соло не справится. W Тиф. Через Ремнант уходит. Хотя можно попытаться подраться. Фисты через 3 секунды горит. W Тиф им может рассыпаться. Винга в соло расковыривает у нас W Тифа. Отхиливается. Отхиливается и бежит. Фиссура через много секунд. Поэтому это не считается W Тиф. Привязывает, кстати, Вингу. Все. Хоть что-то Шейкеру досталось. В спину заходит Тренд Протектор. Такой хитрозадый деревянный Тренд Протектор. Сейчас, скорее всего. А что, собственно, что с Эмбером сделать? Через Фисты он за и выйдет. Семечку, я думаю. Ну, можно попробовать. Да, семечка пошла у нас W Тифа. W Тиф должен умирать. Должен, но не умирает. Никому вообще ничего не должен. 40 хп остается. Бежать отсюда. Маны. Да, сейчас будет мана на ТП-аут. Все нормально. По гайду. Ремнант оставил и бежать. Там подхилится на базе и моментально на Ремнант прилетит. Надо уже начинать забирать тавера. Потому что 26 минут команда Invasion только два тавера снесла на миде. Вообще, кому я это рассказываю? Команда Asus только один расковыряла в сложной. Все. Мидлейн стоит. Топлейн тоже еле-еле там поцарапан. Это несерьезно на 27 минуте. Но, видимо, не ставили своей целью игроки ни одной, ни другой команды того раз носить, пока занимаются просто убийствами. Что там наубивали? Тысяча по золоту в пользу Asus, по экспириенсу 5000 в пользу все тех же Asus NVIDIA. У Феникса Юлл вырисовывается. Немного совсем осталось до рецепта. У Винги. У Винги беда. У Тролль Варлорда БКБ и Даггер появляется. Причем ранний Даггер. Обычно у Тролля Варлорда гораздо позже появляется Даггер. После каких-то более-менее серьезных артефактов. Но тут пораньше. Вышел Тролль Варлорд в данный артефакт. Наверное, под Шторма все-таки заряжается. Если Шторм будет врываться, то и Троллю не будет лишним где-то рядом быть. Тут и Тренд Протектор не будет лишним Даггер. Но это уже, наверное, после Аганима. Если таковой артефакт мы увидим на этой карте. Посмотрим. Пока у Трента не очень дела по экономике. Это какими же... Да сколько же должна идти такая игра, чтобы Тролль... Ой, чтобы Тренд Протектор данными темпами смог насобирать себе Аганим. Реализация Даггера. Лина рассыпается. Возвращается с Юла и сыпется. Энимал под Мистик Флеером. Чуть-чуть не хватило. Вроде бы живет. Куда у нас Тролля? Высвапнули? На Хайграунд и бежать под Ливинг Армором Тролль. Геостуль, ты еще не будешь очень долго. 30 секунд. Ну как ты вообще здесь оказался, Геост? Почему он на Хайграунде стоит? На Клиффе у нас Клокверк. Все, Форстафа от себя вниз и за Миссой бежать. Но здесь есть чем в принципе драться. Так, привязка сразу подвоим от Wтифа. Флеймгвард на себя. Мисса должен рассыпаться. Суперновый нет. Мисса рассыпается. Тренд Протектор рассыпается. Еще и Скайрос Макс, кстати, поучаствовал. Откуда ты вообще здесь? Скайрос Макс через Эншин Силл. Забрал у нас Феникса. Тренд Протектор отъезжает для Wтифа. Но Эмбер Спирит становится серьезным оружием в руках команды Инвейшн. Лина становится просто водяным пистолетом. Лина становится бесполезной. Как-то она слишком слабо смотрится против тролля. Дамажить нечем. Один БКБ решил все вопросы касательно мидера команды Инвейшн. Вообще по артефактам. Что там у тролля Варлорда? Ultimate Orb имеется. Есть Яша. Ну, если бы был Манта Стайл, если бы планировался, наверное, уже бы приобрел Энимал у нас данный артефакт. Скорее всего, готовится выход в Айов Скаде. Приобретает Манта Стайл Эмбер Спирит. Все, Скаде готовится выход. Выход уже давным-давно готов. У тролля Варлорда появляется Скаде. 29-я минута. Скаде фуловый, собранный, летит Энимал. Есть Яша, есть Даггер, есть БКБ. Мордип Маск, Фейс Бутс. Просто какая-то олигархия у нас от тролля Варлорда. Но он по золоту на первом месте. Причем уверенно опережает своего оппонента. Линон была у меня номинальным оппонентом в голове касательно Тролля Варлорда. Теперь WTF, конечно же, у нас. Вообще, прямой преследователь Тролля Варлорда. В любом случае, от второго места отрывается Энимал на 2500 по голде. И темпы свои не сбавляет. У Адетейра Даггер, Става Физвердри, Сейдж Маск. Готовится выйти в Юл. Собственно, зачем, непонятно. Ну, наверное, чтобы переживать Сайленс от Шторма. Тут под эти же цели Эмбер Спирит приобрел себе Манта Стайл. Тут Юлы никому не нужны. Ясен пень. У Клока появляется Виталити Бустер. То ли это будет... То ли это будет Тараска, то ли Клок все-таки поздний Вангвард решил собрать. Но это было бы, наверное, смешно на 31-й минуте приобретать Вангвард. Но сейчас посмотрим, насколько у нас Клок с юмором. Всех затроллил. Всех просто. У Клока появляется Вангвард. 31-я минута. Даже, скорее всего, начало 32-й там было. Ну, ладно. Лучше поздно, чем никогда. Но такой артефакт на 32-й минуте... Хотя, о чем вы, собственно, говорите? 0-5. Счет у Клокверка. Где ему вообще было насобирать на Вангвард? Такая, знаете, мечта детства, которую вырос и позволил себе реализовать. Правда, что теперь делать с этим Вангвардом против того же Тролля, против Шторма? Что там Шторм? Шторм просто рассыпался от Эхо Слэма. Ну, тут рассказ тот Лины тоже был вполне уместным. Лагуна Блейд не провязала Лина вообще. Драка на топ-лейне. Выходит у нас на Тауэр. Команда Асс. Драка, как таковая, не состоялась. Просто забрали Тауэр и ушли. Раздай всем инвиз. Тренд. Идите, делитесь. Ассы себя должны чувствовать поуверенней. Да, по золоту небольшое преимущество есть. По экспириенсу тоже. Ну, так идите и бейтесь. У Тролля там артефактов можно, я не знаю, выкупить какую-то маленькую страну где-то в Западной Европе. На проданные артефакты. Но пока что не реализует их никаким образом. Миса встречается с WTIF. Но встреча явно не в пользу Миса. Хотя Эмбер Спирит не касается пока у нас Феникса. Брезгует или вообще непонятно, что происходит. Тролль Варлорд забирает Шейкера, да, как я понимаю. Да, под БКБ Тролль Варлорд надо переждать БКБ и попытаться развалить у нас Тролля. Все отсюда бежать как можно быстрее. Куда Эмбер делся? ТП-аут на базу. Есть Кристалис, есть Манта Стайл, есть Баттл Фьюри. По золоту все равно Тролль на первом месте. По экспириенсу тоже Тролль лучше себя чувствует, чем Эмбер на один левел. Вот, но Эмбер еще фармить и фармить. Но в лейте, конечно, Эмбер, гляди, посерьезнее будет Тролль Варлорда. Просто потому, что его сложновато будет закайтить. Сложновато будет вообще достать до Эмбер Спирита. Мы прекрасно знаем, как ведет себя данный персонаж в лейтгейме. Он не подходит к файту, он через фисты фармит с любого вообще расстояния. 1700 на руках у Лины. Ничего после БКБ не появляется. Все, фарм приостановился. Лина отправляется на третье место. Ей на пятки наступает Феникс. Шторм Спирит, конечно, еще печальней. Тут ситуация вообще неприятная. Митрил Хаммер появляется. Ну и, наверное, будет выход в Блэк Кинг Бар. Да, появляется Огр Клаб также. Ну все, Сол Ринг так и остался Сол Рингом. В Бладстоун не вышел наш Шторм Спирит. Возможно, позже, а возможно, никогда. Все зависит от дальнейших файтов. Лина под БКБ. Миссу разобрали. Не дали заезжать Супернову. Киан, Ало ХП, батарея Саут, включай Геост. Без маны здесь Шторм Спирит под Сайлент. Мистик Флэр под ноги. А ДТР первый раз, по-моему, за всю историю этого матча умудрился из файта живым выйти. Это вообще законно для ДТРа. 4-8 счет. Ну все, и не хочет уходить. Не хочет. Говорит, не, ребят, я просто не могу. Как так? Файт закончился, я живой. Дайте, дайте ворваться. Дайте умереть. Жизнь за Нерзула. Тренд протектора разбирают. И ДТР по-прежнему жив. А ДТР не умирает. Ну пойди Рошану отдайся, я не знаю. Роха недалеко. Дальше бежит, дальше драться. Под фонтан этот оторванный парень зайдет. А ДТР, фиссура, эхо, слэм. Пошел у нас по Энималу. Все. Теперь можно умирать. Теперь дело свое сделал. Подарил Годлайку нам Энималу. Энимал, правда, скорее всего здесь все-таки разберут. Ну, блин, ну шейкеров же привычка такая. Ломать пацана начало, говорит, не могу просто. Не могу быть живым. Мне это совсем не нравится. Это не та дота, которую я привык играть. Ладно, 28-24. Тим Вайп со стороны команды Инвейджин. Тухловатый, конечно, Тим Вайп, растянутый по времени на очень большой промежуток. Но, тем не менее, Тим Вайп. По чуть-чуть, понемногу, пятерых забрали. Там уже, правда, первые успевали возродиться, пока последние отправлялись в таверну. Тем не менее, это не уменьшает заслуги команды Инвейджин. 28-24. 2000 по золоту Асс, по экспириенсу Асс, все, потеряли свое преимущество. И это еще графики, как я понимаю, не обновились. Не может 4 фрага стоить 200 копеек. Это по какому курсу вообще людей убивают? 1000 по золоту, да, все, обновились графики. Всего лишь 900 по золоту Асс впереди. По экспириенсу почти 2,5 в пользу команды Инвейджин. До БКБ у Шторма еще 700. У Тролль Варлорда 3,800 на руках. Чуть-чуть пройдет времени. Тролль Варлорд поймет, что ему нужен какой-то отхил по типу Сатаника. И что будет с командой Инвейджин, честно говоря, слабо себе представляю. Если, опять же, Тролль поймет. Тут Венжи Фулл Спирит, Огр Клаб имеется. Даже не знаю, куда у нас Венга. Неужели в Сен-Жин-Яшу будет выходить? Уже тоже поздновато. Это очень похоже на Вангвард от Клокверка на 32-й минуте. Баклер появляется у Клока и, скорее всего, Кримзон уже летит. Да, Клок нормально. Последние файты отыграл. По-моему, не умирал. Да, не убивал. Но хотя бы не умирал. Это уже плюс для Клока. Кримзон Гвард готов. Форс Тафф есть. Шейкер готов рываться. Вижен имеется на тренд протектора. Так потихонечку подходил по одному шагу. Ну и все. Тролль Варлорд провязал БКБ. Ударился лицом Апфисуру. Стоит, смотрит. БКБ уже 5-секундный, как я понимаю. Да, значит, тролля можно ловить. Лина. Вот теперь весь раскаст мог бы удастся. Лина промазала у нас станом после Еула. В Рифот Гёста. В Энемала. Ну так разбирайте Энемал. Это главная цель вообще. Миса. Супернову провязал. Бежать отсюда. Все бежать. Привязали Энемала. Ну не подходите. Там все. Подходит ВТИФ и станется. Зачем это кому нужно было? Вообще непонятно. Ремнанто ВТИФа. Фесты есть. Есть чины. Просто привяжите Тролль Варлорда. Пошла погоня у нас за Энемал. Энемала разберут. Байбэк. Если что у него имеется. Будут ли юзать. Это неизвестно. Еще Скайрос Маг. Unstoppable. По КД у нас. Умирает Шейкер. Зато Скайрос Маг 10-2 идет. Эмбер Спирит идет 7-1. Мидлейн Лина 10-6. Скайрос Маг 10-2. Шейкер. Бедняга. Взрывной волной опять разорвала Шейка. Десятый раз. Разваливается у нас саппорт команды Invasion. Две стоа на руках у Феникса. ЕУ есть. Мека есть. Ну, будет выход в Шиву. Куда вообще миссии еще выходить? Выход тем временем на Рошана со стороны команды Invasion. Лина освободила. Свой тембилд. Эмбер Спириту есть чем мансить. У Эмбера уже готов Дайдалус. Есть Battle Fury. Есть Манта Стайл. По золоту все еще проигрывает тролль Варлорду. Что там у тролля? 3-300 на руках. Ничего нового не появляется. Мордип Маск надо грейдить до Доминатора. Дальше покупать Сатаник. Потому что тролль будет сыпаться от Эмбера. И это точно. С одного крита будет сыпаться. С половины, с четверти крита будет сыпаться. ХП необходимо обязательно. 40-ая минута у нас уже на подходе. Это уже действительно глубокий лейт начинается на карте. Появляется Манта Стайл у нас для тролль Варлорда. Вот так вот. Ну, какие-никакие, а все-таки ХП. 3000 по хеллспойнтам у нас тролль Варлорда. 22-ой левел имеется. Что там у Эмбер Спирита? Тоже 22-ой левел, но 1700 по ХП. Но Эмбер Спириту не надо вести контактный бой. Ему надо просто стоять где-то недалеко от файта и юзать фисты. У Лины появляется на 40-ой минуте Аганим. Какая-то заразная болезнь у нас от Клока. Позднее появление артефактов. Прям какие-то синдромы уже. Команда Инвэйзен. Врыв в Миссу. Но это просто через фисты должны забирать Тауэр и, наверное, отходить отсюда. Хотя все ульты, кроме ульта Шейкера, есть. У Шейкера уже такое ощущение, что ульты это просто умирать. Пацаны, есть ульта. Ульта откодешилась. Гоу, я сольюсь. Да, у АДТР печальная ситуация. 10 смертей, 4 убийства, правда, есть. Но я 17 ассистов. Может быть, конечно, он полезен. Как игрок для своей команды. Но просто забавно смотреть, как Шейкер бедняга ищет, прям ищет смерти. Иллюзии. Просто у нас разваливает, я так понимаю, Тауэр потихонечку. Сам Эмбер Спирит держится недалеко от файта. Это, в принципе, в принципе, ну, в принципе, может и сам поубивать. Врываться некому. Врываться может в него только Шторм Спирит. Но есть Аегис, если что, у Эмбера через 10 секунд Манта Стайл откодешится. Значит, и сделать толком ничего нельзя будет. ВТФА 2600 на руках. Он почти догнал тролля. Отстает всего лишь на 1000. И Эмбер Спирит почему-то, мне кажется, в лейте пополезнее будет, чем тролль. Да, в соло тролль разбирает тут любого на карте, это даже не обсуждается. Но то, что Эмбер Спирит будет устраивать крысиную доту и стоять просто на хайграунде, потихоньку отковыривать крипов, которые идут, выфармливать какую-нибудь одну-две рапиры и дальше с одному крита разваливать тролля, это тоже не стоит забывать троллю. Но я об этом помню. Я думаю, тролль тоже в голове примерно такую схему имеет. Ну и понимает, что сильно затягивать против Эмбер Спирита, это вообще самоубийство чистейшее. Не боится WTIF. Ну, просто на удачу. Пройдут криты, не пройдут криты. Ремнант, врыв пошел на Свенжи Фулл Спирит, стан сразу WTIF. Врыв под БКБ от Шторма. Венга высвапывает себя и подтягивает сюда тролль Варлорда. В итоге Венга отъезжает, WTIF отходит, будет через секунду. Криты не проходят, WTIF сыпется. Эхо Слэм пошел от Шейкера. Много крипов вокруг, но это все свои крипы. Это не самый приятный размен. Так, Энимал отправляется в леса через Даггер. Будут гонять Энимала. Если ТП, нет ТП, чтобы уйти Энималу. Вот ты приплыл, собственно, Энимал. А ДТР на тебе просто. In your face. Развалил тролль Варлорда. Правда, не он, а, конечно же, монстр килл у нас для Скайросмага. Кто вообще еще в составе команды Инвейджен может кроме Скайросмага убивать. Просто, причем он рукой добивает. Ни одним из скиллов, просто с руки Скайросмага разваливает у нас команду Асос. Потеряли четверых Асос. Потерянный, по-моему, был Аэгис, если я не ошибаюсь, у тролля. Нет, вряд ли, вряд ли, вряд ли. Да, Аэгис у команды Инвейджен был у Эмбер Спирита, да. ВТФ выходит на хайграунд. Инвейджен, скорее всего, закончит эту катку. Не так, в принципе, не думаю, что прям слишком скоро, но относительно скоро. Хотя Асос смогут подарить победу уже сейчас. Просто пойдите поочередно слейтесь и все, вопрос будет решен достаточно быстро. Топлейн падает. Из-за дефа топлейн нечем, потому что тролль Варлорд без Байбека. Не хватает немного денег. Лагуна Блейд у нас Феникса. Феникс разваливается. Вот вам и Аганим. 40 секунд, и через 40 секунд будет у нас еще один Лагуна Блейд. На лоу ХП, на дичайшем лоу ХП. Шторм мансует, мансует. Ну, мансовали, мансовали и не вымансовали. В итоге на лоу ХП уходит под Фонтан Хилица. Шторм Спирит, а команда Инвейджен, как я понимаю, на мидлейн перемещается. Но есть смысл. Есть смысл, но нет желания, как я понимаю. Да, отходят похилиться, отходят заработать необходимые артефакты. Ну, более-менее сейвово Инвейджен играет. То, о чем я говорю. То есть классические пики ничего не выдумывают. Все очень просто. Им дают возможность нормально драться. Они дерутся нормально, но выше головы стараются не прыгать. Ну и как-то не лезть в драки. Никаких авантюр от них не увидишь. Ну, то есть представить, что здесь сейчас появится Сакрет Релик невозможно. Появляется Демон Эдж и, скорее всего, будет второй Дейдалус для WTF. То, что Рапира, например, появится у Инвейджен, ну это полный, как бы, вообще полный ужас был бы, наверное, для Инвейджен. В такую авантюру пойти. Просто нервный срыв моментальный. Ну, давайте вообще по артефактам пробежимся. У Эмбер Спирита 3000 на руках. В принципе, в принципе, да. Вот сейчас уже готов второй Дейдалус. Будет ли его покупать Эмбер, неизвестно. Наверное, оставит все-таки на байбэк. Тем более, что возможность ворваться в файт Эмбера есть моментальная. Через Римнант отправляешь файти перед смертью. Байбэкаешься и влетаешь на собственный Римнант прямо в центр событий. У Клока есть Пойнт Бустер 2400. Заработал Клок еще сверху. Форстаф есть. WTF Unstoppable. Где это? На топ-лейне забирает Тренд Протектор. У Тренд Протектора Аганима, наверное, не будет таки. Тысяча надо до Аганима. Но где Тренд Протектор убрать эту тысячу теперь, когда команда Ассис будет зажата на своем хайграунде? Ну что, убили у нас... Убили у нас Вингу. Забирает у нас Лина. И Лина сама погибает. БКБ от Роли Варлорда. Уже было проюзано. И что, высвапывает, выталкивает у нас Роли Варлорда. Шторма. Вроде бы зацепили. WTF. WTF фуловый, в принципе, по ХП. Кримзон Гвард на нем висит. Флейм Гвардом очень быстро сжигает всех хрипов. Да здесь и дэмэджа куча. Миса один фист. Миса отъедет. Миса в Юлю. У нас летает Мистик Флэр. Под ноги Анималу. Анималу погибает. Но Супернову... Да можно развалить Супернову. Ребята, вас трое. Ай-яй-яй. Стыд и позор просто полнейший. Втроем. Три взрослых дядьки бежали от одного несчастного Фениксового яйца. Кто бы слышал. Меня сбоку из тех, кто в Доту не играл. Вообще камнями забили бы. Ситуация действительно была такая. Феникс поставил у нас Супернову. И почему три игрока не позволили себе в соло разобрать Феникса? Это даже вопросов особенно не вызывает. Просто какое-то молчаливое недоумение. Но опять же, инвейджи не идут на авантюры. Еще раз повторюсь. Они не хотят влазить в файты, о которых не владеют полной информацией. А там непонятно. Был ли кто на хэкграунде? Не было. Будет ли под сейв? Будет ли овергролл со тренд протектора туда сверху? Ну, возможно, это правильно. Возможно, именно поэтому они там играют. Сражаются за деньги. А я сижу здесь и комментирую их игру. Врыв пошел у нас от Киа. На WTF. WTF спокойно отнесся к этому врыву. Мистик Флэйр туда под ноги. Но, правда, ног уже там в Шторм Спирита давным-давно не было. WTF. Крипов забирает очень быстро. Начинает сносить бараки потихоньку. Улетает недалеко. Ремнанты в КД. WTF, я думаю, еще раз попытается войти в файт. Криты по 945. Сфистов криты по 475. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Готовится зайти команда Invasion на топ-лейн. Есть, в принципе, на бот-лейн. В принципе, все для этого есть. Пачка крипов уже подошла. Ну и что? Будет гореть ли мид после этого? Посмотрим. WTF. Не под Сайленса. Поэтому Манта ставил просто не юзать. Ждет своего момента. Две. Два Дайдалуса есть. Эмбер Спирит. Крит на 1100. Ну а где ты, Эмбер? Почему там твоих друзей разваливают? Клока в итоге убили. Милишный Барак по-прежнему стоит. Снесенный рейнджевой. Это не снесенная сторона. Это не считается. Все. Манта ставил. WTF провязал. Ремнант должен быть где-то недалеко. Тролль Варлот врывается у нас в Эмбер. Эмбер сразу же на Ремнант. Живой по-прежнему здесь Скайрос Маг. Через Эмбер Спирит. Через Фисты. Не подходит файт. Все. Теперь можно цеплять Вингу. WTF с руки может разобрать. Гадлайк у нас для WTF. Гадлайк для Скайрос Мага. Что вы вообще? И с кого вы вообще сделали героя серьезного? Скайрос Мага. 13-2. У WTF 14 на 1. Да, у Инвейджин действительно все хорошо. А у Асс полнейшие проблемы. Скайрос Маг, который 13 раз умудрился убить за игру. Это же вообще не серьезно. Скайрос Мага ульта вообще появляется. Что там ульта дает? Понижает кулдаун, да? Все, кулдауна нет. Нет кулдауна на Мистик Флэр. Я уже забыл. Это просто такая дикость, что на Скайрос Маге может появиться Аганим. Еще не просто Аганим. После Бладстоуна. Обычно Скайрос Маг у нас бегает с двумя нул-талисманами на 48-й минуте. И, возможно, там может появиться я не знаю, Пауэр Трэдс. И парочка Айрон Брэнши. Но это прям вообще, если кутить, не перекутить. А тут Скайрос Маг. Во-первых, тысяча на руках есть. Это вообще весь бюджет обычно на всю игру игрока. У него сейчас тысяча после Бладстоуна, после Форстафа, после Аганима. Гем себе может позволить купить. Нет, это Герст купил Гем. Но, тем не менее, Варды, Бутсов Спид, Аганим, Форстаф и Бладстоун. Очень много для Скайрос Мага. Общий Нетворс. Топ-5 на карте Скайрос Маг. 13 тысяч Нетворс. Ну и почти тридцатка уже для Эмбер Спирита. 7500 на руках для Эмбер Спирита. Продавай ФЗ, покупай Рапиру. И заходите, сносите все. Ну же, ну же, ну же, Эмбер. Сделай хоть что-нибудь. Ну, до верного. Решили идти до верного. Хорошо, понятно. Увидели здесь тренд протектора. Очень быстро разобрали. Гем еще и выпал из тренд протектора, но это просто бонус. Ну все, Эмбер Спириту можно ничего не бояться. Крит не прошел. Ульта пошла от Гёста. Миса, ну как-то не очень удачно провязал у нас Коги Клокверк. Под Вортексом уходит отсюда Шейкер. Разваливают в это время Гёста. Где Эмбер Спирит? Эмбер Спирит фиг знает где вообще. Очень далеко Эмбер Спирит у нас ушел. Линоп. Напала на иллюзию тролль Варлорда. Иллюзию очень больно и страшно. Иллюзия умирает. Дабл Ю Тиф. Девять тысяч по золоту на руках. Превратите это в дэмэджку. Пиро Пиру снесите за две секунды вообще все. Нет, не такой Дабл Тиф у нас. Мистик Флэйр. Пок без КД точнее раздает у нас Скайросмаг. Насколько есть маны, настолько Мистик Флэйров и будет. Энимал. Налог ЭП. Энимал если умрет, а Энимал скорее всего умрет. Это ГГ для команды Ассетс. Ждем, пока не пишут. Падает вторая сторона. Миса отъезжает. Там Тим Вайп, потому что Винга вообще не считается. Ну и Бион Гадлайк уже для Дабл Ю Тифа. Ну, Мид Лейн. Все. Десять тысяч, ну купи Рапиру, Аппараду и вообще родных. Там же может родственники смотрят этот матч. Покажи какой ты серьезный. Какого ты дотера вырос. Нет, Дабл Ю Тиф ничего у нас не покупает. Зато денег у него много. Нормально. Хорошо. Команда Инвэйджен. Первый матч. Второй матч выиграла. Второй матч выиграла. Чуть-чуть сложнее, но тем не менее. Результат есть. Инвэйджен выходит у нас дальше. И выходит она у нас. Она. Почему она? Они. Они у нас выходят на победителя пары Минески против CSW. Матч состоится у нас, по-моему, сегодня. Не знаю, когда у нас состоится матч. Посмотрим. Потому что очень большое и насыщенное расписание. Пока будем переключаться на SL1. Там Азия начинается. И следите за всеми расписаниями, за всеми прогнозами, анонсами. Все, что у нас там будет в ближайшем будущем. Я имею в виду час, два. Все это появляется в группе ВКонтакте. Ну и с твича не уходите. Там перерыв максимум 2-3 минуты. И ворвемся на SL1 Азиатский дивизион. Инвэйджен. Еще раз поздравляем. Пока немного музыки, немного графики. Все. Услышимся через пару минут. Субтитры сделал DimaTorzok